всем привет дамы и господа сегодня я хочу вашему вниманию представить кресло от компании ricara модель называется tian light это практически старшее кресло категории 1 2 3 от компании ricara ricara вообще делает кресло на самом деле одни из лучших в плане посадки боковой защиты вот посадки особенно я хочу об это подметить потому что 23 категории особенно у них вообще считаю талонной посадка очень хорошие качественные и удобные кресла естественно не идеальный ничего идеального я еще не встречал но очень достойное внимание кресла давайте разберемся что она себя представляет как я говорил с 9 месяцев мы используем это кресло из особенности кстати сразу скажу в начале у этого кресла есть системой за fix но эта система используется только когда ребенок растает до 2-3 категории то есть до метра роста тогда можно пользоваться из за фиксом а пока ребенок не дорос нам нужно будет крепить кресло автомобильным ремнем 10 просто ремень проходит под обивочкой вот здесь как видите его закрепил есть специальные направляющие на сейчас буду снимать вы увидите вот и вот таким образом мы едем по ходу движения естественно до метра роста и пристегиваем ребенка пятиточными ремнями потом ремни демонтируется это я вам чуть детальнее покажу в чем особенность чуть позже вот и используется уже взрослый ремень в общем вот такая вот тут система давайте что касается безопасности естественно здесь применены самые последние разработки у рекара есть даже вот такая вот система которая давайте я вам вытащу покажу лучше чтобы не было словно система advanced site protection называется это система которая устанавливается сбоку кресла с той стороны где дверь просто она здесь вот на защелках защелкивается и соответственно держится снимается тоже одним движением тянем за рычажок и она снимается вот она нужно для того чтобы при боковом дтп сильнее гасить энергию дара поэтому со стороны салона нет смысла одевать а со стороны двери нужно делать такая вот штучка у вас будет сбоку нужно делать это обязательно ну я к тому все это говорю что по безопасности у рекара в принципе всегда все хорошо и смело можно доверять ребенка вот давайте сейчас немножечко материалов сразу скажу потому что опять же рекара использует всегда очень качественные материалы которые хорошо даже проходят проверку по экологичности придраться к тканям действительно тяжело эти материалы очень долго живут держит товарный вид я это имею ввиду они такие долгоиграющие после нескольких стирок все равно будет одинаково выглядеть на них очень мало образуется ворсинки эти вот зацепочки которые часто бывают на синтетических каких-то тканях в общем с тканями здесь хорошо сняли постирали до 30 градусов спокойно деле обратно проблем здесь никаких нет что касается лета здесь полностью полностью вентилируемый каркас также вот эта вся часть где спинка боковинка голова тоже сделана с вентилируемым вентилируемой тканью и ребенка меньше всего приедет спинка и шея вот эта вот вся часть поэтому для лета очень хорошо подходит кресло и вот так теперь давайте посмотрим как им пользоваться в принципе как я и говорил кресла пятиточечные ремни используются у нас до 100 сантиметров вот эти ремешки здесь используется фирменная система hero на обратной стороне вот липкая такая вот резина вот она вообще не идет она нужна для того чтобы при дтп лучше фиксировал ребенок фиксировался ребенок в ремнях и не проскальзывал сам ременью тоже на самом деле сильно травмирует и здесь не просто подушечки вот дополнительно вот такая вот система фирменная их разработка очень эффективная как показывает тесты использована поэтому ребенок под пристегивается у нас обычным классическим способом пятиточечные ремни вот и соответственно уже регулируем по ребенку все классические как и везде использовано все стандартно как ребенок дорастает до 100 сантиметров эти ремни демонтируются и после этого давайте сейчас как раз по креплению зато сразу вам покажу сейчас как я говорил до 100 сантиметров первой категории крепление самого кресла только ремнями вот я сейчас обратным путем с этой стороны вам будет виднее камеры с той стороны стоит вот мы вытаскиваем все вот так у нас было закреплено кресло автомобильным ремнем полностью проходит и верхняя часть и нижняя то бишь все правила крепления соблюдены и никаких дополнительных примочек здесь не нужно вот и как ребенок соответственно подрос ремни нам нужно достать и после этого уже можно пользоваться из за fix чтобы им пользоваться здесь есть сбоку кнопка из двух сторон она одинаково вы нажимаем и ремни вынимаются и задвигаются соответственно но чтобы легко достать ремни нам нужно вот этот вот ремешочек не вот эти ремни а именно вот эту часть засунуть здесь под обивку специальный отсек давайте я вам сейчас поближе прям вот попробую показать так смотрите нам нужно будет вот эту обивочку поднять здесь у нас даже видите нарисован вот этот вот ремешок со цвета отойду поднять вот здесь достать эту мягкую резиночку и вот у нас тот самый отсек который я вам говорил он у нас вот так отодвигается и сюда кладется вот этот ремешок вот и когда он туда вкладывать он нажимает на вот эти две кнопочки и тем самым кнопочка из за fix а у нас становится легкой и и легко нажимать и доставать из за fix поэтому имейте ввиду вот такая особенность у кресла присутствует вот в общем вот такая вот тонкость здесь есть и с этим придется жить вот я не знаю почему рикара пошло пошел таким путем пошла компания таким путем креплением я не знаю но наверное в этом что то есть инженером как говорится виднее но как мне кажется можно было сделать проще и не так не заморачиваться почему вы нам не используйте за fix во время движения в первой категории но по инструкции этого делать нельзя но если мы сильно прям нажмем на вот эту кнопку из за fix все равно выдвинется и его можно пристегнуть в первой категории пока мы впечатлить пяти точными ременями едем но в инструкции я вам сразу говорю там написано что возится только автомобильным ремнем пристегивается кресло первой категории только в 2-3 категории за fix поэтому я вам вам не говорю что нужно так делать просто говорю что технически можно высунуть из за fix но рикара и в инструкции так и написано по-другому как я вам сейчас рассказал поэтому ремни демонтировали и уже вход идет у нас взрослый ремень и уже у нас получается освобождается из за fix мы его защелкнули мы его получается защелкнули проводим взрослый ремень автомобильный точнее говоря в направляющем в подголовнике вот направляющих подголовники красного цвета всегда и соответственно все уже стандартно как вот вы себя пристегивать и в автомобиле все то же самое с ребеночком вот таким образом будет пристегнут ребенок в два-три категории все стандартно все понятно ничего особенного вот убираем секундочку все с креплением мы с вами разобрались вот такая вот тонкость здесь есть не знаю почему так но вот как есть но это кресло можно на самом деле простить потому что посадка тут очень удобно и хорошая кстати из фишек по посадке вот вот эту штуку я целовать готов ребенок растет только вверх как бы ножки длина растет все и нам получается сидушка становится коротковато здесь проблема решена у нас выдвигается такая подножка более-менее дорогих машинах вот такая опция есть выезжающая подножка это настолько офигенно и круто в посадке в удобстве дальних поездках вот эта вещь за это им 5 баллов даже здесь поставим вот здесь они молодцы сидушка становится длинная посадка классная что касается наклона здесь вот сюда смотрите есть здесь нет такой вот как обычно нашем понимании штучку нажимаем она наклоняется здесь вы и выезжает вот такая вот подставка которая заезжает обратно вот и тем самым она поднимает немножечко наклоняет назад кресло но это не сильно помогает наклон меняется совсем немного поэтому большого наклона в этом кресле сожалению нет но если его сравнивать с другими похожими моделями то не сильно то она и отстает там буквально вот капелюшечку поэтому тоже в принципе можно не заморачиваться с посадки в общем здесь все хорошо кстати здесь есть встроенные наушники в подголовник комплекте идет вот такой 35 джек провод не знаю все у кого то еще есть такие телефоны где можно его вставить то можно ставить телефон или в планшетах еще есть бывает провод здесь он тоже заставляется в кресло и у ребенка будет звук идти именно с подголовника с наушников это очень крутая штука когда вы едете особенно далеко ребенок поет нервничает чтобы вам легче ехалось вы просто включаете ему мультики у него здесь звук это не колонки громкие это именно наушники ему слышно хорошо вот и достаточно высокую громкость может здесь поднимать как для наушников замечу вот поэтому вот эта фишечка тоже бутырка ровите она выделяется каким-то необычными решениями но и не без минусов конечно мы плюсов тоже очень много поэтому в принципе все нормально вот за это тоже ребята молодцы красавчики придумали интересную тему собственно кресло неоднозначное такое вот прям со своими нюансами но она очень достойная с этим спорить точно не нужно по посадке мне она очень нравится мы очень часто меряем его в мире автокресел родителям нравится она хорошо продается и родители довольны вот если вы сразу понимаете эти особенности которые здесь есть и вас это устраивает то вы будете довольны креслом на 110 процентов вот собственно все что хотел вам рассказать если этот обзор был полезен интересен ставьте свой царский лайк обязательно подписывайтесь на мой канал чтобы он развивался и хочу вам пожелать хороший грамотный выбор кресла для вашего ребенка сделать и удачи на дорогах всего добра